В моей спальне была небольшая дверь, которая вела на чердак. Я там жил с 11 до 13 лет. В какой-то момент для меня стало привычным делом закрывать эту дверь пару раз в неделю, когда я входил в свою комнату. Я не особо задумывался об этом, мне казалось, что просто моя мама забывает закрывать её, когда спускается с чердака. Спустя какое-то время я совершил роковую ошибку, пошутив по этому поводу, когда моя мама упрекнула меня в том, что я раскидываю вещи. Я сказал, каждый вечер мне приходится закрывать за тобой дверь на чердак, может ты начнёшь делать это сама? И она сообщила мне, что несколько месяцев не поднималась на чердак. Я спросил у брата, он туда не ходил тоже. Спросил у отца, та же фигня. После этого я начал уделять этому больше внимания. Смотрел, закрыта ли она утром. Проверял после школы. Заходил посмотреть перед ужином. После ужина пошёл спать, дверь была открыта. Около двух месяцев я размышлял, строил предположения, ставил эксперименты. Я решил, что смогу понять что-нибудь, если оставлю её открытой. Открыл дверь перед тем, как пойти в школу. Проверил сразу после школы, она была открыта. Проверил после ужина, всё ещё открыто. Проверил перед тем, как лечь спать, всё так же открыто. Лежу в постели, не могу уснуть, потому что думаю только об этой открытой двери. Решил проверить, что там происходит, повернулся в сторону двери на чердак. И увидел лицо, которое смотрело на меня. Умчался вниз, разбудил родителей. Брат смеялся надо мной, мы с ним поменялись комнатами. А через полгода мы переехали в другой дом, побольше этого. Наш старый дом купили наш новый учитель физики и его жена. Я мог всё это забыть и списать на богатое детское воображение. Но в последний год учёбы в школе я узнал, что наш учитель физики очень крут. Физика стала моим любимым предметом, а он стал моим любимым учителем. В конце года мы с другом взяли нашу видеокамеру и пошли по городу, снимая всякие глупости. Так мы оказались перед нашим старым домом и решили посмотреть, как он выглядит изнутри теперь. Интересно было ходить по нему и всё снимать. Я рассказывал обо всём, что было сделано руками моего отца и что новые хозяева не меняли на свой лад. Затем жена физика повела нас наверх, чтобы показать комнату, которую она переделала под свою швейную мастерскую. Я в шутку спросил, ничего странного в этой комнате не замечали? Её лицо стало белым как лист. Прямо на камеру она спросила, что я имею в виду. Я пытался отшутиться, но в итоге рассказал всё о двери на чердак. Она сказала, что каждый раз, как она приходит сюда шить, дверь открыта. Затем она рассказала, что во второй день после переезда их пёс, немецкая овчарка, забежал в комнату, но никак не хотел её покидать. Он начал заливаться лаем, и его невозможно было успокоить. Потом он выпрыгнул в окно, приземлился на крыше над крыльцом и убежал прочь. Вёз не возвращался до следующего дня и с тех пор даже не приближался к той комнате. Сначала я хотел показать видео родителям и брату, но затем пришёл к выводу, что лучше их не тревожить.